привет друзья вам очень понравилось видео про минусы моей кухни поэтому мы сняли для вас продолжение в прошлый раз мы говорили о глянцевых черных поверхностях чугунных комфорках на плите и малом количестве розеток продолжаем список первым делом хочу сказать про открытые полки на кухне не делайте так никогда это неудобно некрасиво и на них копится слишком много пыли я сама хотела сделать открытую полку для того чтобы хранить на ней баночки но по факту получилось что это не красота какая-то свалка еще на открытых полках пыль копится не только потому что пространство открытое ничем не ограничено а еще на них с кухни летит жир и пыль на него просто липнет и отмывать ее ну очень сложно второе чтобы я никогда не сделала на кухне это пластиковые плинтуса пластиковые плинтуса очень хлипкие их неудобно мыть при мытье на них остаются царапины и постоянно слетают пластиковые заглушки сейчас я бы выбрала либо алюминиевые плинтуса ли либо бы вообще сделала кухню без них больше рассказывать нечего просто я советую вам их не делать третий минус нашей кухни и вещь которую мы постараемся не повторять при следующем ремонте это котел посередине котел располагается у нас прямо посередине кухни и занимает много места и получается что рабочей зоны остается совсем маленький кусочек поэтому в основном я готовлю на барной стойке которые выполняют у нас на кухне роль острова вы меня часто спрашиваете что это вообще за шкаф и зачем он нам нужен и почему дверка идет прямо до столешницы вот вам ответ это котел перенести котел в другое место было нельзя поэтому выхода не нашлось мы решили просто его закрыть отсюда вытекает еще один минус что на такой большой котел требуется большая дверка для того чтобы дверка не провисала она должна была крепиться на три петли но из-за того что нам неправильно рассчитали глубину вторая петля которая стоит посередине она просто не уместилась нам пришлось повесить дверку всего лишь на 2 из-за этого она прогнулась и царапать соседнюю дверку при открывании но надо сказать что это не совсем наш косяк это скорее косяк кухонщиков которые нам делали расчеты мы пробовали ставить другие петли но дверка все равно провисает потому что необходимо средняя петля которая бы выравнивал такую большую дверь сегодня рассказала вам еще о четырех ошибках надеюсь мои советы будут вам полезны и вы сможете их избежать ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал